Встань и иди! Самарские ученые изобрели прибор, который поможет двигаться парализованному человеку. Свершилось. В Самаре приступили к строительству Фрунзенского моста. Трогать, гладить и кормить строго разрешается. В Самаре открылся контактный зоопарк. Силой мысли переключить телевизионный канал или поднять парализованную руку – это не фантастика, а технология, которая поможет инвалидам забыть об ограниченных возможностях. Исследованием в этой области занимаются самарские ученые. Лаборатория нейроинтерфейса в медуниверситете – одна из передовых в этой области. Таких по всей стране всего 12. Здесь соединяются медицина и IT-технологии. На что способна сила мысли, поражалась Валерия Макарова. Сила мысли – никакого мошенничества. Искусственную руку заставил сжаться в кулак сигнал из мозга Максима Бабкова. Надо очень сильно сконцентрироваться и вообразить. Достаточно четко надо воображать, чтобы получилось движение руки. Я должен представлять свою руку конкретно. Свою руку и действия, которые я совершаю. На голове Максима специальный прибор – энцефалограф. Он считывает мозговые импульсы. Чтобы рука подчинилась мысленному приказу, импульс должен исходить из определенной части мозга и быть достаточно сильным. Так в лаборатории медуниверситета создают технологию, которая ляжет в основу приборов, спасительных для инвалидов. Тот же телевизор, который включится в тот момент, когда он хотел бы это сделать. И переключится на тот канал, который хотел бы он посмотреть. Мы здесь как раз пытаемся найти те сигналы, чтобы они были с уверенностью такими, чтобы они управляли этим, этим, этим устройством. Еще годы ученые не дают точных прогнозов, уйдут на создание таких приборов. Он должен угадывать желания человека и реагировать даже на незначительные сигналы. Но технология работает уже сейчас. Искусственная рука сжимается по немому приказу. Как видите, мы на себе решили испытать эту технологию. И, как оказалось, все не так просто. Первых результатов добились примерно через 10 минут после того, как надели энцефалограф. Но чтобы добиться постоянных результатов, нужны часовые тренировки. На этом экране вы видите мою мозговую активность в реальном времени. И когда мозг посылает импульс сжать руку, наибольшая активность, а это желтое поле, появляется в левой части. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Дождались. В регионе приступили к воплощению амбициозного проекта. На левом берегу реки Самара стартовали буровые работы. Первый этап строительства Фрунзенского моста. Проект в своем роде уникальный. Удобный мост будет и для автомобилистов, и для речного судоходства. За счет довольно внушительных пролетов. О перспективах. Сюжет Марины Кравцовой. Старт дан. Буровая установка вонзается в землю. На этом месте установят опору номер 8 будущего моста. Пробурить предстоит отверстие глубиной 30 метров, чтобы обеспечить надежность масштабной конструкции. Сам мост через реку Самара протянется на 667 метров. А новая автомобильная трасса будет почти 3 километра. Мостовой переход будет включать комплекс объектов. Транспортные развязки на улицах Фрунзе и Шоссейной. Сталей железобетонный мост через реку Самара и железобетонный мост через озеро Банное. Ширина проезжей части составит 22 метра. По три полосы для движения в каждом направлении. Строить мост по самым современным технологиям. Причем использовать будут исключительно российские материалы. Уникальное строение в широких пролетах между опорами, которые позволят свободно проходить баржам и крупным судам. Основные пролетные строения будут, конечно, пропускать судоходство, обеспечивая ширину подмостового габарита для прохода судов до 120 метров. Фрунзенский мост возьмет на себя транспортные потоки в направлении Куйбышевского района Самары, а также Новокуйбышевска и Чапаевска. Расчетная скорость движения автомобилей 80 километров в час. Этот проект – еще и пример слаженного взаимодействия федеральных и региональных властей. Средства на строительство, а это 12 миллиардов рублей, деньги областного бюджета и федеральные субсидии. Минтранс уже подготовил свои предложения в правительство Российской Федерации о поддержке этого проекта за счет средств Федерального дорожного фонда. Поручение президента есть на этот счет. И задача стоит перед нами попытаться к чемпионату мира. Вот этот мост был сделан. Крайний срок открытия Фрунзенского моста – декабрь 2018 года. Но подрядчики уверяют, завершить строительство удастся гораздо раньше. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Еще один важный для Самары объект получил второе рождение. Путепровод 116-й километр, так официально называют мост через улицу Грозненскую, капитально отремонтировали. Эти 400 метров имеют важное стратегическое значение для города. Самару они связывают с Куйбышевским районом, а область – с южным направлением. Ретроспектива ремонта в материале Лариса Шалафаст. Мост на 116-м километре Самары исправно служил почти 30 лет. Время берет свое. В прошлом году на проезжей части образовалась большая трещина. Специалисты предприятия и инженерной системы оперативно приступили к ремонту. За ситуацией на мосту следили корреспонденты нашего телеканала. Еще летом мы встретились с директором муниципального предприятия Сергеем Арзамаскиным, чтобы прояснить ситуацию. Гидролизационного слоя нет. В связи с этим сейчас происходит разрушение, выщелачивание бетона на опорных частях мостового сооружения, что, несомненно, сокращает срок службы эксплуатации. Сейчас более детально обследуем. По результатам этого, конечно же, будет приниматься решение. Возможно, еще раз повторюсь, возможно, закрытие движения по данному муниципалу. Закрывать движение полностью не стали, чтобы не создавать водителям большие неудобства. По поручению главы города Олега Фурсова с ремонтом справились в сжатые сроки. Для работы на объекте привлекли достаточное количество техники и специалистов. Прежде всего, на мосту заменили деформационные швы и восстановили бетонное основание. На сегодняшний день вы видите, что здесь все в рабочем состоянии. Швы работают прекрасно. И, как говорится, даже восстановили борт камень. За состоянием моста тщательно следят и после ремонта. Каждый месяц рабочие бригады очищают его от грязи и проводят осмотр. Техника безопасности превыше всего. Прежде чем работать на высоте, каждый прошел обучение. После специальной подготовки никакая высота не страшна, говорит монтажник Григорий Баюшкин. Мы, во-первых, обслуживаем мосты. Это стратегически важные объекты нашего города и области. Очень много нового и интересного узнал. На содержание муниципального предприятия инженерной системы 11 путепроводов, 6 мостов и 3 подземных пешеходных тоннеля. Все это объекты повышенной опасности и требуют постоянного внимания. Работы по задержанию инженерных сооружений ведутся ежедневно, при любых погодных условиях. В этом году привели в порядок сразу два объекта. Кроме путепровода на 116-м километре отремонтировали и мост через Овраг угольный. Заменили ограждение, установили бетонные бортовые камни, сделали освещение. Работали с опережением графика. Движение здесь было открыто на 10 дней раньше намеченного срока. Разбит он был весь, а сейчас изменилось, починили его. Вид нормальный стал, не страшно по нему ходить стало. Светлее стало, от фонарей поставили. Все, в принципе, нравится. На этом ремонт мостов в Самаре не заканчивается. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт в 2016 году моста Южный и путепровода Аврора. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, Алексей Золотенков. События. Окончательно решить проблему с дорогами или, выражаясь языком казенным, привести их в нормативное состояние до 2018 года, такую задачу ставит федеральное правительство перед регионами. Один из самых крупных проектов «Магистраль Европа» – Западный Китай. Она пройдет по территории Приволжского федерального округа и соединит Самару с другими регионами. Остройки века. Лариса Шалафаст. Из Самары в Китай. Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» – один из масштабных проектов строительства новых скоростных дорог. Планируется, что «Магистраль» пройдет через Саратовскую область по территории Приволжского федерального округа и выйдет на трассу М1 Москва-Минск. Реализовать задумку планируют на основе государственно-частного партнерства. Проектная документация уже готова. С запада построены небольшие участки будущего коридора. Что касается регионов ПФО, то тоже мы здесь находимся в графике. Строится обход Нижнего Новгорода, строится обход Оренбурга, реализуется участок частного государственного партнерства в Татарстане. По проекту «Самару» с большим транспортным коридором свяжет новая дорога первой категории. Эта дорога тоже пройдет по южной части Самары. Выход сразу на казахстанскую границу от нас, отсюда, в районе Черниговки на эту дорогу, это тоже даст Самарской области выходы, дополнительные очень серьезные выходы как на восток, так и на запад. Одной из транспортных проблем в регионе остается отсутствие моста через Волгу. Решить этот вопрос позволит строительство переезда у села Климовка. Кроме того, в Самарской области уже есть несколько проектов по развитию дорожно-транспортной сети. Среди них расширение дороги «Самара-Большая Черниговка», строительство магистрали «Центральная» и «Фрунзенского моста». Нельзя забывать и о состоянии уже действующих дорог. Не только строительство новых участков дорог, но и важнейшая задача приведения существующей федеральной сети автомобильных дорог, а это 50 тысяч километров, нормативное состояние уже в 2018 году является нашей важнейшей целью. Продолжить активное развитие дорожной инфраструктуры в области поможет сотрудничество правительства с государственной компанией «Росавтодор» и Федеральным центром проектного финансирования. Соглашения уже подписаны. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Большая уборка в большом городе. Сотрудники муниципального предприятия «Жил Лидер» не гнушаются самой грязной работой, ведь их миссия – избавить Самару от мусора. Предприятие работает как в частном секторе, так и в спальных районах. Так кто же они, генералы большой чистки, знает Мариана Мирная. Рабочий день Михаила Изюмского начинается в 6 утра, когда весь город спит. Грязной работой мужчина не брезгует, говорит, очищать город от мусора – честный и почетный труд. Верный друг в рейде – огромный мусоровоз. Кому-то надо бы производить и эту работу. Без нас город был бы грязным. Одна машина за день работы заезжает на 40 бункерных площадок несколько минут, и большие емкости опустошаются. В частном секторе больше сотни домов. Через бункерную площадку люди проходят часто, поэтому специалисты «Жил Лидера» вывозят отходы ежедневно. Главные трудности, с которыми мы постоянно сталкиваемся в настоящий момент, это, как мы их и называем, дикие перевозчики. Это мелкие коммерсанты, которые покупают себе мелкогабаритный грузовой автомобиль, типа «Газелей», занимаются сбором строительных отходов от населения, от каких-либо организаций. И вместо того, чтобы отвозить их на полигоны, то необходимо это делать, они их либо складывают к нам в бункера, либо на прилегающую территорию. После этого нам приходится тяжелой техникой все это собирать и за свой счет вывозить. Муниципальные предприятия «Жил Лидер» обслуживают больше 200 бункерных и контейнерных площадок в Самаре. За чистоту в городе отвечают с 2008 года. Компания соблюдает все требования и правила законодательства, вывозит собранный мусор на два специальных полигона – Центральный и Преображенский. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. На время судебного разбирательства Ричард Филипп Бочиус останется под стражей. Такое решение вынесут Октябрьского района, отказав подсудимому в изменении меры пресечения. Как уже рассказывала телекомпания «Самара ГИС», гражданин Великобритании, бывшего сотрудника САМГТУ, обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Его задержали в августе этого года на съемной квартире на улице Лукачева в Самаре, где, по данным следствия, в кармане его одежды нашли более 30 граммов гашиша. Более двух месяцев британец провел в изоляторе. В ближайшее время суд допросит свидетелей и самого обвиняемого. Будут допрошены свидетели. По данному делу заявлено около 10 свидетелей, после чего будут допрошены подсудимые и исследованы материалы дела. Сам Бочиус своей вины не признает. Если она будет доказана в суде, за незаконное приобретение и хранение наркотиков ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Уметь разбираться в тонкости законов и вести уголовные процессы не хуже, чем знаменитые адвокаты. Это портрет юриста будущего. Конкурс с таким названием стартовал в регионе. Бороться за победу будут студенты юрфаков, впрочем, причем не только Самары. Заявки пришли из Саратова, Ульяновской, Итальяти. Сейчас их уже больше 60, а заканчивается прием документов 31 декабря. На первом этапе участникам предложат разобраться в деле из реальной адвокатской практики. Во втором туре студенты продемонстрируют свои ораторские способности. Для тех же, кто с такими заданиями сталкивается впервые, организаторы планируют устроить серию семинаров. В финал выйдут двое лучших соискателей. На кону премия в 50 тысяч рублей и место в адвокатском бюро. Победитель первого конкурса 2013 года, тогда еще студент Самарского госуниверситета Денис Кучеренко, уверен, сразу после окончания вуза выпускники еще не готовы самостоятельно вести дела. Они сталкиваются рядом серьезных проблем. Это неумение вести себя в процессе, это неумение построить грамотную аргументацию по определенным категориям дел. В преддверии Всемирного дня телевидения он будет в субботу. В Самаре подвели итоги нового конкурса для СМИ. Впрочем, не только для телевизионных, но и для печатных. «Самара в игре». Так называется новая премия, посвященная подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Идея принадлежит городской администрации. Подробности у Сергея Кизоркина. «Самара ГИС» «Самара в игре». «Соревнулись ровно так, как соревнулись с командой футболистов. Кто в этот раз будет в выигрыше, кто в этот раз забьет лучший мяч. Но это не значит, что завтра лучше мне окажется мой коллега. Поэтому, да, оценивать было сложно». Идею проведения конкурса «Самара в игре» предложила городская администрация. Соревновались журналисты в нескольких номинациях. Лучшая операторская и фотоработы, печатный и телерепортаж. Специальные призы получили корреспонденты за верность тематике и за профессионализм. В каждой номинации первая премия составила 80 тысяч рублей, вторая – 60. Всего 12 человек получили награды. «Подготовка к чемпионату мира – это еще повод создать моду на позитивные сюжеты. И мы надеемся, что этих сюжетов будет в нашей жизни больше, потому что положительное всегда объединяет людей, помогает их делать более соустремленными, ставить задачи, которым обществу по силу решать. Понятно, что все мы разные, но, как говорится, не чужие. И хорошее нас всегда объединяет. Поэтому я искренне желаю, чтобы в вашей работе, работе самарских журналистов, было больше открытости, больше профессионализма, больше хороших тем». Поддержать и поздравить конкурсантов и победителей пришли не только коллеги по цеху, но и спортивные чиновники, а также ветераны, действующие игроки и главный тренер футбольного клуба «Крылья Совета» Франк Веркаутеран. Биль Гейтс от телеверсии конкурса «Самара в игре» остался в восторге. «Любое соревнование само по себе интересно, так как люди работают не за деньги, а скорее за идею, ради каких-то достижений. И вот эти достижения – это то, что важно на самом деле». Конкурс у журналистов «Самара в игре» станет традиционным вплоть до Чемпионата мира 2018. Через год авторы лучших печатных и телерепортажей про подготовку к футбольному первенству вновь поборются за звание лучших. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, События Хорошая погода. Всегда восклицают гренландцы, когда хотят поздороваться. И им совершенно не важно, так ли это на самом деле. В субботу, 21 ноября, отмечается Всемирный день приветствий. Всем телезрителям желает здравствовать Марианна Мирная. Это на русском, французском и английском. У каждого народа свои правила приветствия. Российский нашему спортивному корреспонденту Сергею Кизоркину еще в детстве привил отец. Первое правило – в бане за руку, не здороваться. Представляете, очередь, например, 50 человек и, можно сказать, все знакомые. Ну, с каждым не будешь здороваться. Отец всегда говорил, подходишь к очереди, видишь мужичков и говоришь – здорово, мужички, там, с легким паром. У мужчин и женщин приветственные действия тоже отличаются. Примером галантности может служить поцелуй руки. Молодые люди зачастую не просто жмут друг другу руки, а придумывают изысканные формы рукопожатий. Девочки вообще обходятся без рук. У мужчин принято здороваться за руку, а мы при встрече с девочками обычно обнимаемся или целуемся. В зависимости от того, насколько близко дружим. В некоторых странах приветствия не просто необычны, иные не соответствуют правилам приличия в европейских цивилизациях. В кенийских племенах из большого уважения плюют друг в друга, а аборигены Новой Зеландии угрожающе кричат и топают ногами. А вот загадочные тибетцы, чтобы поздороваться, головной убор снимают правой рукой, а левую закладывают за ухо. И при этом высовывают язык. Странно, не правда ли? Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, Сергей Баскин. События. Пожать руку обезьяне, покормить ящера и покататься на гигантской черепахе. В Самаре открылся контактный зоопарк. В нем десятки экзотических животных, с которыми связана удивительная история. Чем опасен ежик и как спасает жизнь змеи? Сегодня узнала, а теперь и вам расскажет Марина Матвейшина. Покатай меня большая черепаха, самая большая в Африке. Геркулес может перемещать людей до 40 килограммов. Больше нет, буксует. Сам он весит по центнер, а возраст его за 80. Хотя по черепашьим меркам он еще совсем юнец. Она плавно очень ходит, удобно, мягенько. И очень медленно. В контактном зоопарке более ста животных. Их можно гладить, кормить, держать на руках. Звери и птицы приветливые и дружелюбные. Все они родились в неволе. Из самых первых дней общаются с людьми. Попугай Марта попала сюда из цирка. Из-за хулиганского характера она часто срывала представления. Ведь кусаются, бросаются животные те, которые боятся. А если он знает, что мы не опасность, смысл нас обижать. То есть вот, например, вот такой попугачик спокойно может откусить пальчик. Но при всем при этом, вот видите, она знает, а чем мне делать больно. Мы же с ней друзья. Любимец малышей – ушастый ежик. Однако в природе он считается одним из самых жестоких животных. Прежде чем начать есть свою добычу, например, мышь, он даже не удосуживается ее убить. А вот страшные змеи, оказывается, спасают детей. Ой, она по мне ползет. Несмотря на то, что в России все очень боятся змей, и я, кстати, вот сейчас тоже ее немножко побаиваюсь, в Индии змей держат в качестве домашних животных. Дело в том, что там очень много обезьян, и когда дети маленькие остаются дома одни, обезьян может забежать в дом и утащить ребенка, и съесть его. Но если дома находится змея, то ни одна обезьяна туда не заберется. Соответственно, в Индии очень уважают и любят этих животных. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский конькобежец завоевал три медали Кубка страны. Крылья Советов доверяют главному тренеру Веркаутерну. Крылья Советов преследуют неудачи в премьер-лиге. Они потерпели пять поражений подряд, однако руководство клуба не рассматривает вопрос смены главного тренера. Об этом сообщил председатель Совета директоров Крыльев, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Цитата. Клуб продолжает рассчитывать на Франко Веркаутерна. Причины поражений – травмы футболистов, низкая реализация голевых моментов, а также спорные судейские решения. В Коломне прошел второй этап Кубка России по конькобежному спорту. Самарец Евгений Назаров трижды поднимался на пьедестал почета. На дистанции тысячу метров он занял второе место, отстав от победителя всего лишь на 0,07 секунды. Еще одно серебро Назаров привез в забеге на полтора километра. А вот уже в масс-старте 16 кругов Евгений обогнал всех соперников и завоевал золотую медаль. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях Горда, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!